Было установлено, что в день убийства Метельский, это 26 сентября 2016 года, в этот день Метельский, как обычно, в 7 часов утра выехал из дома. Преступник сел ему в машину возле дома и проследовали на дорогу Березино-Борисов и при пересечении развилки трассы Минск-Могилев Метельского был произведен выстрел и после этого поджег его автомашины. Преступник действовал хладнокровно, расчетливо, дерзко. При проведении неотложных следственных действий были установлены антропометрические данные, предметы одежды преступника. Это мужчина в возрасте примерно 40 лет, спортивного телосложения, в камуфляжной форме. В дальнейшем, благодаря содействию наших коллег из Российской Федерации, это Главное управление криминалистики Следственного комитета России, была проведена работа с очевидцами, которые видели непосредственно преступника и его действия. То позволило активизировать их память и составить субъективный портрет. При отработке уже его коммерческой деятельности на территории Российской Федерации было установлено ряд фирм, организаций, которыми он сотрудничал. Причем с этими же фирмами было установлено, что сотрудничал и менеджер Косяк, убийство которого произошло спустя полтора месяца после убийства Метельского. Севедчиков написал явку с повинной, в которой указал именно все обстоятельства, что он подвозил Сенкевича к месту убийства не однажды Метельского, что они вымогали именно долг в сумме 500 тысяч долларов. Ну и некоторые другие обстоятельства, которые... То есть мы уже поняли точно, что это два фигуранты, которые причастны к совершению убийства Метельского. Самое главное здесь касалось роль каждого. Если есть характеристика Усенкевича, то человек дерзкий по своему характеру, в конфликтных ситуациях склонен к самовзвенчиванию, желанию лидерства. Служил не один десяток лет в спецподразделениях Республики Беларусь, подготовлен, мог обращаться с оружием. Кто такой Севедчиков? Севедчиков, значит, подрабатывал там, где возможно ему, значит, занимался спортом. Последняя его должность, это была, ну, работа, последняя работа, это работа водителем убитого косяка. С учетом этих вот характеристик следствие предъявило обвинение. Субтитры создавал DimaTorzok